Привет зритель, тут я, кошка, куриные ножки, соевый соус, бальзамический уксус, он оказывается пахнет уксусом, салатик его, правда, наверное, не совсем видно, тут зеленый лук из морозилки и яйцо вареное куриное, оно у меня слегка не доварилось, и сметана, и розовая соль, тут специи карии, точно розовая соль, и я решила, что я, наверное, давно не ела, не помню, когда я вообще хавчик делала, эй, животное, свали, ка-бери, и вообще, кто разрешел по столу шарахаться, мясо тебе и так дадут, а по столу не надо шарахаться, короче, я решила поесть, вообще, у меня такой сегодня интересный день, я дважды пыталась забрать заказ свадьбы, у меня тут еще лавашек есть, причем с одного пункта, мне даже поставили оценку в моем аккаунте за заказ, меня бинуя второй раз в жизни у меня такое, я тут сейчас лавашек свой рваненький достану, можно, конечно, было бы нормально положить на тарелочку, но что-то я это, между хотеть есть, устал, и тормозю, поэтому, кого бомбит, что оно вот не на тарелочке, а в салатнице, бежит пакет с бульоном и куринами ножками, ну, скажите об этом мне в комментах, что вас бомбит. Кошка, они еще горячие, сейчас хозяин салат хомячит, ну, так, оно тут видно, этот кадр, эту бутылку, да, посмотрели, я сегодня в магните купила, застой с чем-то, и уберем ее, реально уксусом пахнет, я просто вчера или позавчера, да, наверное, вчера, как раз из деревни приехала, и думала, что я ничего не хочу, а оказалось, что хочу есть, и где-то пол восьмого поставила запекаться мясо, свиной, и макала его в соевый соус с гречкой, и подумала, что я хочу какого-нибудь соуса такого густого, и подумала, может, надо бальзамический уксус купить, потому что как-то была в гостях, что за напоминания-то дурацкие такие, была в гостях, короче говоря, и там было какое-то мясо, вроде даже курица, и был этот уксус, я не помню, понравился он мне или нет, но я поняла, что хочу какой-нибудь густой соус, какой-нибудь соус, ну, в общем, как-то так, я, может, сейчас все-таки это на тарелочку переложу, пару ножек, в общем, я цивилина положила три ножки, их, по-моему, восемь, на тарелочку, меня тут чуть не поимели в плане еды, пока я это все ложила, но оно еще горячее, на, кошка, кожицу, блин, я же должна макать это, как-то вроде ничего, только запах уксуса идет тут я как-то очень сильно сдобрила сметану, учитывая, что у меня яйцо, еще желток в яйце не особо сварился не, ну, прям, не вилкой надо, а ложкой ковырять не, я понимаю, что ножку, наверное, удобнее рукой взять, но она пока горячая очень соленый соус зрители, если ты знаешь, какой-нибудь густой соус по цвету, как соевый и барзамический уксус соевый соус и барзамический уксус что-нибудь такое вот густое дай знать комментах, я, может, тебе куплю к мясу а в камеру-то не втыкаю, да, смотрю тут это на мясо, на тарелочку с едой может, я себе, конечно, лестю но после того, как подыскаешь улей ну, в смысле, вот этот гнездо, дно, на вставку магазинную на окошко вместе с мясиком точнее, мясиком крышку улей, а бывают крышки улей так себе, а бывают тяжелые так вот, приезжай домой, такое ощущение, будто слегка в таре уменьшился два раза уже замечала, в пятницу тоже будет такое вот, надо будет посмотреть, уменьшилось или нет а то у меня там одна фанатка обозвала меня гусеницей ну, обычно же это, люди по себе всех судят так что я подозреваю, что она саму себя обозвала гусеницей я ложечку возьму, потому что салатик нужно не подцепляться ибо как-то жидко вышло взяла, сделала не так много, а взяла под это все большую мясечку и оно, что, блин, расплылось я люблю сочетание сметаны, соли и яйца с зеленым луком просто я подумала, что надо хоть кто-то к мясу помимо просто мяса ну, в смысле, какой-нибудь там это какой-нибудь типа салат ну, что у меня в морозилке много зеленого лука резанало да и тут была православная еда, где яйца вареные, куриные были, крашеные и я делала как раз такой салатик, подумала, что можно периодически его делать так, куда-нибудь поставить не надо кошка что-то немного поела, совсем и свалила обычно как-то больше прям удивительно ну, тогда пока эти шкурки буду на тарелку улыбать так, эту маленькую косточку надо будет выкинуть уже обратно прибежала обалдеть, я только думала, что наелась, да? так ну-ка ну-ка на кожицу на, и мясико кусочек так и как мне тебя сейчас окунуть в какой-нибудь из соусов в крайнем случае я потом почитаю в интернете рецепты, куда этот соус кладется и забабахаю еду с этим соусом говорят, что с говядиной его едят я говядину не очень люблю еду с говядиной интересный опрос сейчас идет на тему, насколько важно то средство, ну короче, вещь из обзора. В общем, я делаю обзор какой-нибудь штуки и говорю, понравилась она мне или нет. И вот, важно ли тебе, зритель, сама я эту штуку купила, подарил мне ее кто-то, по бартеру прислали, с условием, что я скажу, что я ее купила, или по бартеру прислали, с условием, что скажу, что мне ее прислали по бартеру. Просто давайте мне кто-то что-то подарил, и оно мне понравилось, и я его вас тоже нарасхваливаю. Но при этом мне это кто-то подарил. Есть те, которые радуются тому, что это мне кто-то подарил, и оно мне еще при этом понравилось. А есть те, которые думают, что раз мне это кто-то подарил, то значит я даже если, ну как бы, говорю не то мнение, которое действительно на самом деле, я говорю так, чтобы, типа, порадовать человека, который мне это подарил. Не зашел мне что-то этот уксус с мясом, с курином. Может со свининой нормально будет, но свинины у меня пока нету. Я вчера делала, у меня как бы в морозилке обнаружился кусочек свинины. Что, говорю, как-то специй дофига на одном куске карри. Ладно, вот тут кусочек обмакну поверх специи карри. Мне это плохой шубы. Ммм. 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 Хотя, с другой стороны, те, кому... Ну, кто, допустим, выбирал первые три пункта в телеге, ну, что, типа, вся интеграция, типа, это ложь, обман и всё такое, если что-то дарят блогеры, он говорит, что ему понравилось, если ничего понравилось, что это лебезинье, и что все 100% нормальные отзывы, плохие либо хорошие, только если блогер сам это купил. Я думаю, отмечали те, кто, ну, может, страдает паранойей, ну, может, не умеет радоваться за других, ну, может, просто не счастливый человек. На! В итоге, по ходу дела, я съем только вот... Три ножки. Поехала домой на велике, думала, что съем всё, что есть. Надо как-то это сейчас тут подубрать. Вообще, у меня есть православная булочка, но что-то мне сейчас не хочется её, но надо доесть будет сегодня-завтра. У меня есть даже освещенная, кстати, православная булочка. У меня тут есть всякие разные конфетки, которые я покупала, которые меня угостили. Где-то в среднем три разных человека просто все вместе скинула. И тут у меня Хошань Хуанья. Хошань Хуанья, я не знаю, ела я его или пила вот с этим, как бы, с хавчиком, или, может, заваривала отдельно. Это жёлтые бочки с горы Хошань, по-моему, вообще год назад куплены, или типа того, может, прошлой осенью. Симпли Вуд Ти. Обзор-то точно я делала, там, типа, вот, распаковку с Азона, или там, Светберес, хрен знает. Эк-продукт, аромати кофе. Те, которые мне сказали на счёт сотрудничества, мол, в понедельник напишу. Сейчас, ну, в отпуске. Ну, и как-то это всё зависло. Хотя на Азон они мне закинули 100 баллов, которые можно 1-4 заказа оплатить. Но ещё-то мне ничего не приглянулось на их теперешнем ассортименте в Азон. Так вот, тут Хошань Хуанья. Это, по-моему, уже третий чайник за сутки, который я завариваю заварочник. И с молоком козьим. И тут у меня ленинградские конфеты. Конфеты глазированные с молочными корпусами Северная Аврора. Этими меня угостили. Эти я покупала. Тоже ленинградские, в другой бумажке. Это матовая, можно сказать, а тут глянцевая. С молочными корпусами, бла-бла-бла. Там ещё ромашка есть. Рационтовый такой вот батончик. Ещё полконфетки, которую я вчера в деревне не осилила. Это финик в шоколаде. Надо подвалить немножко. Чуть-чуть я как-то сильно молоком отбавила. Но холодное. Тот самый чай, который вообще практически на одну заварку. Вот один раз засыпал так вот, средний, как обычно. Элитный такой чай. И он на одну заварку. Там вторая заварка очень слабая. Вот если чисто наслаждаться этим чаем, то да. А если вот хочется какого-то, ну как бы хочется более яркого вкуса, то этот чай не покатит. Ну вот зелёным, в смысле вот с молоком этот. Он же не зелёный, жёлтый чай. Как бы ничего. Так вот, зритель. Считаешь ли ты обзор честным? Если блогер что-то получил по бартеру. Мама интеграция с какой-то компанией. Сразу скажу для тех, кто до сих пор думает, что если у меня идёт какой-то бартер с компанией, то мне за это деньги дают. Нет, бартер это мне товар, и я обзор. Мне за это деньги не платят. Хотя вот у меня тут за последний месяц случилось несколько интеграций. Но, что хочу сказать, честное, фиолетовое. Пока что всё, что мне приходило на обзор бартером, сама писала, со мной соглашались посотрудничать. Ну, в смысле, не все, конечно, кому писала, соглашались. Но мне продукция нравилась. Вся вот, которая проходила через меня. Которую я пользуюсь. Ну, как бы для тех, кто адекватный и, ладно, для тех, кто не параноик, идёшь, да, конфетка шуршит. Интересно, вот я ей когда фантик делаю, просто скамковую, она бежит за ним, а вот за этим побежит. Пустая конфетка. Пустая конфетка не так заходит, да, а как вот бумажка фантика вот так смятая. Потом хозяин будет ходить и собирать бумажки. В пакетик на сожжение в сад. Так вот, все, наверное, помнят многострадальный Гринвей в отношении меня. Большая часть того Гринвея, что у меня была на обзор, прислана мне за тест, мне совершенно не зашла. Хотя она мне прислалась исключительно бартером. Протестил, сказал своё мнение. Я думаю, те люди, которые вот это видео смотрели, вы как бы должны понимать, что есть какие-то вещи, которые подошли, и понравились, а есть вещи, которые не понравились. Неважно, бартером они кто-то подарил или сам купил. Раньше меня очень коробило, когда, допустим, смотрела схожий обзор на какую-то продукцию, которую мне прослали на обзор какие-то редкие компании. И я отмечала, что да, ну, говорила, что это вот на обзор. А у человека с тем же самым практически набором это выдавалось, как сам купил. Меня это очень бомбило. А тут я недавно столкнулась с такой ситуацией, когда со мной согласились посотрудничать. Причём результат того, что пришло мне потом в итоге на обзор, меня очень сильно удивило, потому что я немножко другое ожидала. Удивило в положительном случае. Просто, в принципе, мне то, что я ожидала, хотелось. Я была бы рада такому. Но то, что в итоге пришло, произошло все мои ожидания. Хотя я ожидала, ну, допустим, поменьше что-то. И вот там было как раз одно из условий, что нужно сказать, что я приобрела это сама. Я вдруг поняла, что вполне возможно, что кому-то, каким-то блогерям, одна и та же фирма, я сижу в одной группе, очень редко там что-то говорю, по большей части читаю. Вконтакте. Я поняла, что одна и та же фирма может совершенно разным блогерам, обзорщикам говорить совершенно разные условия на один и тот же, допустим, товар. А ещё заметила, что некоторые люди из вас, ну, может, кто-то себя узнает, а может нет. Реагируют так, что если я, допустим, получила это на обзор и говорю об этом открыто, что, допустим, Бакс Джаб мне прислали в начале года закваски и косметику, я прочитала там вот, ну, выдала и моду, они действительно очень хорошая косметика. И закваски, правда, я сейчас что-то как-то отошла от кефиров, вот пошло снова козье молоко, и я козье молоко с чаем так вот, у меня первые полтора литра дня за три ушли вообще с чаем. И я тут специально выдры ездила на днях, в понедельник как раз, потому что мне приспищала дикотворога козьего с молоком, и я ещё там купила заодно и простокваши. Ну, и как бы, раз простокваша есть, то кефир пока можно не делать. Хотя я думала, что куплю три литра молока козьего, и где-то на литре сделаю на закваске боздрав кефир. Но оказалось, что у человека была как раз простокваша в наличии, я купила простоквашу, думаю, а молоко так-то да. С чаем, с хомячью, овсянку сварю. Так попью. Так вот, я поняла по некоторым комментам людей, что вот если я что-то расхваливаю и говорю, что оно мне действительно понравилось, то если сказать, что это мне пришло на обзор, то будет негативная реакция, что значит, раз пришло на обзор, значит, это какое-то на самом деле говно, и я вру. Вообще, как бы, не вру. На молочко просто добавить. А если это я купила, допустим, сама, и оно мне точно так же понравилось, то значит, я говорю правду. Я так слегка подзависла, думаю, ну как же вот человек, может быть, конечно, не смотрел, когда вот обзор, допустим, на Багздрав, когда делаю, что весь этот процесс, как я делаю, допустим, этот кефир, и пью, и в принципе, он мне нравится. И как я там что-то косметическое в обзоре Багздрав на себя мазюкала. В бутылках из-под минералки, на данный момент, из-под углической молока продаётся. Везти, кстати, удобнее, чем в банке. Во-первых, пластик не раздолбается. Во-вторых, пластик не раздолбается. Ну так вот, я подумала, что ну как бы видно же, что я это делаю, как я это делаю, что я потом это пью. И как бы пользую не первый год, и оно мне, в принципе, нравится. Даже йогуртницу специально купила, чтобы вот прискакала на бумажке, да. А тебе-то куда дело? Удрала. Прискакала. Правда, это не тот сорт бумажек. Бывают такие вот шершавые, ну, блестящие такие фольгированные бумажки. Вот за ними мы... Кошка, в смысле, лучше с ними бегает. Так вот, я подумала, что если вот, ну, человек, может, не смотрел подобный обзор или посмотрел, но раз оно мне прислалось на обзор, как бы интеграция, да, сотрудничество с бартером, то, значит, я это расхваливаю, ну, как бы я купила йогуртницу специально, чтобы делать эфиры на закваску-богозав. Потом оказалось, что у меня была небольшая скидка, ну, как для меня, лично. Кстати, так же, как и у вас, если захотите сделать заказ, заквасок или косметики-богозав, промокод АВФРР в инфобоксе, по ссылочке. 10% на заказ, короче говоря. Что у меня есть эта скидка, значит, у меня тоже, точнее, есть эта скидка, а не только по промокоду у зрителей. Если я буду заказывать сама себе вот продукцию Багдзра, я что-то про это совершенно забыла. И узнала спустя пару лет. Или спустя год. Спустя год. Так вот, так как я не знала про это, но забыла, то я искала какие-то аналоги, но поняла, что именно вот закваски Багдзра, они мне больше нравятся, чем те две других фирмы, там, Иван Поля или Раднуша. Ну, Иван Поля получше, чем Раднуша, но Багдзра получше, чем Иван Поля. Вот эти закваски, чтобы делать кефиры. Ну, самолочные продукты, я называю все кефирами. Хоть там йогурт, хоть кефир, все равно кефир. Как бы тот же кайлаж, который я изначально получила на обзор от моей Индии, был такой магазин, вроде еще и есть, индийский, который этот кайлаж можно купить и на Азона, на Абельс. Я до сих пор его регулярно покупаю, покупают мои близкие, родственники, там, друзья, ну, все, кому я показала, кому это понравилось. Ну, как бы должно быть доказательством, что если я вот говорю, что оно мне нравится, значит, оно мне действительно нравится. И потом, меня как бы задают вопрос, а действительно ли тебе это нравится или это реклама? Я так в афиг пала, думаю, ну, с одной стороны, это действительно реклама, но если я что-то рекламлю, так же вот Гринмаму я покупала по собственному желанию, кстати, Гринмама все три раза мне отказывала в сотрудничестве по Бартеру за все время видеоблогерства, еще до того, как я, ну, Ютуб стала вести, как именно блог, потому что одно время еще вела там страничку на одном форуме и текстовые блоги типа ЖЖЛЖР. Я же ее покупала за свой счет, и она мне нравилась, и как бы в каком-то плане я делала ей рекламу совершенно бесплатную. И на эту тему меня созрел как бы опрос в Тереке сегодня днем. Ну и можете, конечно, паранойте потом мне не доверять, от того, что у вас в жизни что-то не ладится. Но я желаю, чтобы у вас все ладилось. Тогда и паранойте не будете. по себе сушу, когда вот устал, тогда это тормозишь и паранойешь. А когда не устал, то все пофиг, и все нормально. Я уже три конфетки слопала, обалдеть. Ведь я вчера достала самопальное варенье из груши. Там не сколько груши, сколько сиропа у меня в этой баночке, в другой баночке было больше груши. Я его даже открыла. И оно сзади меня стоит. И вместо того, что с чаем попить варенье или меда там хотя бы, или еще какого-то самопального своего сладкого, сладкой своей штуки, я тут конфеты не ем, а вот именно груши. Три штуки. Обалдеть. Хотя до этого я сегодня днем выпила три заварочных чайника от этого хошаньхуанья. Просто чай с молоком. По сути, вот где-то два с половиной чайника вот этих вот, которые с кипятком. Без них то просто чай с молоком. Ох. Так вот, я делала один обзор, и сначала я хотела сказать, что это интеграция. А потом подумала сделать эксперимент ради, что это не интеграция, и посмотреть, какая будет реакция у вас, зрители. Потому что там были именно те средства, которые именно их я хотела попробовать. Но, так как я за них не платила деньгами, а платила именно своим временем, то, по сути, ну, это же работа, по идее. Благодаря чему прошлую неделю я спакивала с ноутбуком настолько, что у меня в субботу уже глаза болели, а сегодня я капала капли. Правда, вчера мне кошка не давала спать, и мне надо было вставать в 5 утра, я в 12 вроде как попыталась уснуть, и вот до 5 утра я отсюда минут 10 спала. Соответственно, там, пока гребла, зато теперь у нас там чисто. Немножко записала на диджайку в обычном режиме и в 4К, и в тени птичек, но еще пока не скидывала даже на ноут. Протестала запчасти ульев с близким родственником и сама. И вчера я так пришла, и где-то в таком торможении сначала на кухне сидела, а потом часа 2 или 3 просто полудремала на кровати. Ну, короче, физическая усталость, плюс от компьютера усталость, плюс очень много времени ушло там на какой-то совершенно маленький обзор вариаций, смотрела, как лучше, как лучше, как лучше их какой-то там это. И самое интересное, что потом выяснилось, что в Инстаграм оно заливается, раньше были там какие-то видео и рилс, а теперь только рилс, и я даже восстановила свой пароль, установила на другой смартфон Google приложение этот Инстаграм, плюс еще вот здесь этот Инстаграм, как бы, смотрела где как и пыталась залить, и в итоге оно мне обрезалось, да еще и съехало там одно видео. Я так расстроилась, думаю, блин, я столько времени угрохала на ролик, который буквально там ну, две с половиной минуты из исходного где-то на час с лишним. Плюс повороты там срезала еще какие-то переходы, смотрела такие другие, разные совершенно, но в итоге чисто из обновления Инстаграма оно как-то вот не доехало. Не залилось. Наверное, было слышно, как нам эти дети человеков орут. Хотя у меня щелка. Ну, тут такая акустика с этой стороны, куда мне окна выходят, что там можно, мне кажется, не очень сильно громко орать, точнее, орать, но не находясь под окнами напрямую, и было слышно так, будто под окнами. Что-то я как-то молоко нафига налила на дарить заварки. Кошка, у тебя, между прочим, весь косит творожок молочко, я даже не помню, же козье или просто молочко, и оно по ходу дела уже становится просто квашей. Мы сегодня орали. Я вчера, благодаря ей, уснула в два, думаю, ну посплю часов до двух, восемь, меня разбудили тем, что мы хотим жрать не того, что у нас в миске, а чего-то другого, а чего-то другое, мы знаем, что что-то другое есть в холодильнике. Моцарапались, кусались, ходили, вопили. В итоге мне поспать так и не дали, я хотела днем полежать, но как-то вот так вот не вышло. Потом выяснилось, что пришел заказ, потом я следила за заказом, полчаса поошивалась у пункта выдачи, а он закрыт по неизвестной причине. Потом стуканула в жалобы на Вайберс. Да, это сделала я. Хотя, возможно, не только я туда стуканула. Мне ответили где-то часа через два, что провели пункт, он типа работает в обычном режиме, но если типа снова будет закрыто в этот же день, типа то скажите нам. Мы отправим на проверку, я подорвалась туда, когда мясо у меня запеклось. Утром ближе к обеду я полежала в ванной с шариком с заказа бьюти-патчи, который до сих пор уже не смонтировала, потому что у меня случилось внезапно три интеграции на одну неделю и у некоторых срок был почему-то очень короткий. Люди, которые дают такие сроки с требованием при этом не одну площадку, а где-то в среднем семь с разным контентом, они, видимо, думают, что блогеры не люди, они вот не едят, не спят и вообще это все за минуту делается. Может быть, если бы у меня был мощный ноутбук, оно бы как-то действительно быстрее делалось. Но у меня мой ноутбук, который может часа четыре делать то, что в рюном режиме раньше делал за час, и делали не в винте, винт там на 32 гига изначально, просто такие ноутбуки тогда выпускали. Других не было в 18-м году. По крайней мере в нашем городе. памяти там как бы на тот момент вроде более-менее нормально было, но, видимо, все пытается устаревать. Так что прошлую среду я ехала 5 в 5 утра в деревню на большую часть дня, они вчера просто на полдня, на обедешний возвращались, на практически целый день впахивания по собственному желанию. Как бы я и не очень-то хотела, но поставили перед фактом, хошь-не-хошь едешь. Ну и с той интеграцией у меня был договор не на прошлую неделю, а через 2,5 недели. Я почему-то как-то у кого-то подгорала задница, видать, я не знаю, почему так случилось, что 4 дня равно 2,5 недели. я понедельник и вторник впахивала с ноутбуком. Некоторые думают, что спахивать с ноутбуком это вообще так, это фигня. Но я думаю, просто эти люди никогда не впахивали с ноутбуком. Ни в монтаж, ни в фотошоп, ни в текст какой-нибудь, ни в просто еще что-то, потому что это на самом деле очень сильно нагружает глаза, чтобы вот так вот практически не отрываясь на еду и сон. Ну, мне просто совесть не позволяла это вот растянуть дольше, чем есть, хотя большую часть, две трети работы я сделала, а потом поставила перед фактом, что, знаете, вот в среду меня не будет, и я смогу выложить только в четверг все остальное. Но я читалась, и можно вдохнуть спокойно. Вот можете, кто осилит это видео и при этом похавает, и при этом смотрел какие-то видео, которые я выкладывала. Ну, смотрит не только хавчики на камеру, но и еще какие-то мои обзоры. Можете потом поугадывать в комментах или мне в личку написать в той же телеге или вконтакте на тему, что именно было из обзоров интеграции. может быть вам повезет и вы угадаете. Но такой момент, что с одной стороны я как бы была рада сотрудничеству, но обычно договариваешься и тебе эти все условия говорят сразу, а тут получилось так, что во-первых, раньше времени прислали, во-вторых, ладно, прислали раньше времени, окей. Но потом, когда тебя ставят перед фактом, что в течение трех суток ты должен сделать о-хо-хо, плюс еще именно так, а не как-то иначе, ну это не совсем, в общем, ну бывают такие опыты сотрудничества. Вот у меня внезапно случился, когда не в гору идешь, как бы договор идет, да, вот сначала то-то-то-то, а потом уже да, согласен. А сначала согласен, а потом тебе уже условия выдают. Ох, опыт тоже опыт. Ладно, зритель, я вроде поел, хотя тут чай еще себе набабахал. Я, может, даже сейчас это смонтирую, хотя у меня там 9 страниц тайпа, еще на 2 страницы чуть-чуть фона надо делать. Я планировала сегодня сделать пару обзоров, мне там тонечко прислала подарочек. Я его забирала с пункта, на котором сегодня была, и он не работал. почему-то. Была дважды. Второй раз более-менее удачно. Но у меня в этот самый воскресенье я не успела забрать, потому что что-то ехала с часового, и там очень долго не было автобуса почему-то. Может, в честь Пасхи решили работать через одно место. Соответственно, на пункт выдачи я не успела. в понедельник я после выда сразу проехала. Во вторник он был вчера, после выда мне просто сил уже не было, не нашел. Во вторник был вчера, вчера я хоть и вернулась где-то в три с чем-то домой, но у меня сил тоже уже не было. я и вербально то общаться совсем чуть-чуть могла. А сегодня вот как-то отходяка вчера. Но я завтра постараюсь записать эти обзоры, потому что у меня уже там есть такая вещь, которую я бы уже заюзала. Но как бы хочется сначала ее на камеру вскрыть, а потом уже заюзать. Всем спасибо, кто оселил. Ну это, если хотите поддержать канал, тут где-то будут облачки. Если ждете СМР, можете подписаться на Бусти. Всем пока.